Всем привет, у нас сейчас уже 10 часов 10 минут, я вышел погулять с собакином, вон он, там стоит, да, классно вообще, фокус, спасибо, ладно, все, ну так прям проснулся, это, конечно, просто что-то с чем-то, короче, расскажу, когда придет, да, потому что на улице очень холодно. В общем, сегодня еще раз привет, у нас уже час дня, на самом деле прошло много времени, не спрашивайте, почему так много времени прошло, я просто засиделся в телефоне, так скажем, и, короче, как я сегодня проснулся, меня разбудила моя кошка, обычно я оставляю на ночь открытую дверь, потому что кошка любит ходить туда-сюда, туда-сюда, вообще животное любит так ходить, обычно, как только я закрываю дверь, она начинает мне царапаться в комнату, поэтому я на ночь обычно оставляю дверь открытая. Ну и кошке что-то взбрендило, в 7 утра, зачем там залезть, вон туда вот, на шкаф, так вот, она запрыгнула на стул, потом она запрыгнула на дверь, которую она же и открыла, ну, то есть, сами понимаете, вот этот наглеж-наглежный, она запрыгнула на дверь, эта дверь дальше начала открываться до стены, потом она залезла вот сюда вот, ну, наверх, там где эти пакеты лежат, скинула вот эту вот штучку с ягодами, вот эту вот, ну, я думаю, вы видите, понимаете, то есть, она упала с таким грохтом, потому что какая-то ваза упала, то, что это просто было очень громко, прям нереально громко, потом вот что-то разбилось, но нет, ничего не разбилось, такой звук был, знаете, как будто камень какой-то упал, вот, ну, или ваза какая-нибудь тяжелая, я не знаю, почему такой звук был громкий, вот. Ну, и, короче, она потом сидела где-то минут 5-10, просила, чтобы ее сняли с этого шкафа, просто сидела, мяукала на всю квартиру, но она стерилизована, поэтому она не загуляла, она просто мяукала, хотела, чтобы ее сняли, вот, и потом она поняла, мне кажется, то, что ее никто не снимет, потому что все спали, и решила прыгнуть на стул и на пол, ну, и вот, короче, как-то так, поэтому такой грохт, дом был постоянный, с утра, это что-то с чем-то, не знаю, с чем она так делала, но с чем-то она вот так вот делала, так что, да, ребятушки, сейчас, я не знаю, что буду сейчас делать, буду, наверное, пылесосить, я, кстати, помыл себе бошку немножко, и, да, про пылесос, что думал сегодня сходить в город, нужно было купить флешку, но потом я вспомнил то, что у нас ковидные времена, нельзя ничего купить, и потом я еще раз вспомнил то, что у меня дома есть вот такая вот штучка, вот такая вот USB-шник для SD-карт, и понял то, что у меня, как бы, в камере есть SD-карта, на нее я есть что запишу, то, что мне нужно записать, я сегодня хотел записать, возможно, летсплей уже, возможно, создать уже свой YouTube-канал по летсплеям, ну, не знаю, не факт, возможно, не создам еще ничего, но посмотрим, в любом случае, я хочу уже это сделать, и, да, я тогда, скорее всего, начну уже вести летсплей, свой летсплей-канал, думаю, вам будет интересно, мои некоторые зрители хотели, чтобы я его открыл уже на коммунсто, вот, поэтому, да, как-то так, оставляю кнопку, короче, и иду пылесосить. Пропылесошено, отпылесосил всю квартиру, и сейчас планирую, наверное, снять тик-ток, а буду снимать тик-ток. Все, ребятушки, в общем, я снял еще один тик-ток, поржал сам себя, конечно же, как обычно, и, знаете, я уже на самом деле хочу есть, поэтому, наверное, сейчас уже буду сидеть и обедать, буду посмотреть. Что-то месяц у нас в холодовом. Буду кушать гречку с вот таким вот гуляшом. Что у меня дальше по плану? По плану, после того, как я пообеду, пойду погуляю с собакином уже, потом я должен выложить тик-ток, потому что тик-токи обычно снимаю раньше, и потом я их выкладываю в три часа, да, у меня каждый день уходит в тик-токе именно в три часа, и потом я, наверное, создам свою шапку для нового ютуб-канала. Ну, ребятушки, третий ютуб-канал закрыть. Это не предел? Не предел? Или предел? Не знаю. Короче, так. Все, всем приятного аппетита, если вы тоже кушаете. Полушки холодно. Иди сюда. Бежит, бежит, перепирает свои лапы, чтобы быстрее попасть уже домой. Ну, кстати, на улице стало теплее, мне даже, на самом деле, без шапки нормально. Ребятушки, ребятушки, я создал шапку для канала. А? Как вам? По-моему, очень даже прикольно. Ну, как по-моему. В принципе, окей, нормально. Я не планирую снимать на летсплей канал с вебкой, потому что я вот, если я смотрю летсплей, то я не люблю, когда летсплей, если честно, с вебкой как у какого-нибудь купленова или у какого-нибудь еще. Поэтому, да, я надеюсь то, что вам тоже понравилась эта шапочка. Давайте посмотрим на нее еще раз. Так, буквально чуть-чуть. И вот, я, наверное, канал буду создавать завтра все-таки, потому что это было сегодня, я уже записывать не буду. Потому что... Валюте находится, а я не люблю, когда там кто-то есть, и при комнате снимать, это вообще для меня надо. Я не знаю, что это было в окно. Вот, что он все-таки неет. В принципе, темнеет. Хорошо, что сегодня дома. Какая-то, не так. День считается свободной. Свет. Кошка, кошка. Капец. Как-то классно сидит. Что-то у меня совсем как-то настроение не упало. Думаю, сейчас сходить в магазин, может быть, купить себе что-нибудь сладенькое, вкусненькое. И посидеть, посмотреть какой-нибудь фильмец. Пойдете в магазин? Пошлите в магазин. Ооо, какое на улице сегодня светлое небо. А, ну, снег идет. Кстати, сразу идет маска. Это красный. Чтобы ее не забыть. Это в последнее время, что я очень часто начал забывать дома маски. Мне приходится за ним постоянно возвращаться. Набрал себе всяких вкусностей. Типа, типа, шоколадки. Шоколадки. Милку с орехами взял себе. Кипсы светные. Колу. Еще мороженое. Там где-то морозило. Ладно. Окей. Зато вкусно. Сейчас скачу найти себе какой-нибудь нормальный фильм. Нашел фильм под названием Парольхаус. Вроде как годный. Не знаю. По крайней мере, по тем трейлерам, которые... Трейлером. Как так называют? Постоянно путают трейлер и триллер. Это какие-то разные вещи. Трейлер это типа фильма, а трейлер это трейлер. Ну, короче. Парольхаус. Фильм 2018 года. Он как-то... Он и с мистикой связан, но в то же время он очень интересный. И мне кажется так, что я решил его посмотреть. Вообще, знаете, в последнее время соскучился уже по Кинчику. Хочется сходить в какой-нибудь кинотеатр. Я как посмотрю, в России сейчас началась вакцинация. И этот кабид пошел у них на спад. И уже потихоньку все открывается. Или у них не закрывался ничего, я не знаю. Но все равно классно. Они могут сходить в Кинчика. У нас, походу, в городе Кинчика не осталось. Потому что он закрылся тупо из-за долгов каких-то. И поэтому... Пипец. Я надеюсь, что у нас открыл все-таки Кинчик. Но уже под каким-нибудь другим названием. Какой-нибудь другой. Покруче, может, даже. Потому что в том Кинчике, который был у нас, уже он, в принципе, нуждался в этом... В ремонте. Поэтому, да. Надеюсь, что его купят и отремонтируют. И все. Все. Буду смотреть фильм. Я, если честно, даже не знаю, что сказать по поводу этого фильма. Такое двояркое ощущение, как будто я посмотрел сразу два фильма. И один мне понравился, и второй мне не понравился. Типа, этот фильм мне понравился, но как бы не понравился. Если его можно посмотреть, как бы один раз он пройдет. Там, типа, рассказывают про приложения. Так скажем, современная мистика. Современные паранормальные видения. Там рассказывали про приложения, которые показывают будущее через камеру. Типа, дополнительную реальность. Но, в конце концов, все это оказалось, типа, не по-настоящему. То, что это приложение не так уж и хорошо все видит. То, что точно вообще ничего не видит. И то, что оно просто вот так вот классно все запрограммировано. И поэтому вы можете... Ну, они могли все это, в принципе, увидеть. Но потом кто-то сказал то, что это все вроде как по-настоящему. И... Где там собак мой? Он там стоит. Надо сказать, что это все по-настоящему и фильм закончился. Нет, здесь будет вторая часть, чтобы узнать все-таки, по-настоящему это все или нет. Потому что с первой части ничего не понятно. Ну, хотя первая часть, блин, была уже три года назад, получается. 2018 в году. Поэтому сомневаюсь, что выйдете в третьей части. Так, ладно, все, ребятушки, буду заканчивать уже на конфлок. Потому что у нас 10 часов. 10 на 6. На выходных был уже комендантский час. У нас на выходных до сих пор комендантский час с 10 до 5. 10 вечера до 5 утра. А сейчас, благо, можно гулять. И после 10. Например, выйти погулять с собакой, которая работает. Так что, да, ребятушки. Сейчас приедем домой. Нахематировать его. Так что, все, надо на этом. Всем пока.